Книга «Открытым оком». Тема «Русская православная церковь за границей». Том 9. Вопрос 2267. Госпожа Шатилова, издатель церковных новостей, упрекает Русскую православную церковь за границей. Л. Во множестве нарушений канонов и отмене даже своих решений. Было ли такое? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Было и не раз. Престарелым митрополитом Виталием вертят и благословляют, и подписывают, и отменяют вчерашнее свое же недомыслие. Решения нужно выполнять, но если они были необдуманы, то лучше претерпеть позор и отменить своею же рукою ведущая ко греху. Исфирь 1.19. Если богоугодно царю, пусть выйдет от него царское постановление и впишется в законы персидские и медийские, и не отменяется о том, что Астинь не будет входить при лице царя Артаксерска, а царское достоинство ее царь передаст другой, которая лучше ее. Евреям 10.9. Потом прибавил. Вот иду исполнить волю твою Божию. Боже. Отменяет первое, чтобы поставить второе. Цитата. Указ. Архиерейского синода Русской Православной Церкви за границей от 7 по старому стилю 20 ноября 2001 года. Цитата. Определяем, возвратить прежнее название нашей церкви с указанием ее подлинного положения и отныне именовать. Русская Православная Церковь в изгнании. Ибо в духовном и даже физическом изгнании мы, православные, находимся сейчас все, как на родине, так и в зарубежье. Митрополит Виталий, первоиерарх Русской Православной Церкви в изгнании. 23 октября, по новому стилю, 5 ноября 2001 года. Епископ Варнава, епископ Сергий Мансанвильский. Цитата. Заявление Архиерейского синода Русской Православной Церкви от 7 по новому стилю 20 ноября 2001 года. «Мы смиренно признаем, что была допущена опрометчивость в принятых нами решениях. Наша церковь именуется по-прежнему Русской Православной Церковью за границей». Виталий Варнава Сергий. Это не канон, но говорит о непродуманности решений. В церковных новостях указаны чуть ли не в каждом номере явные нарушения правил, допускаемые церковниками всех юрисдикций. Из 719 правил соборов 413 нарушаются. Пророками Россию обделили, не знаю, Бог или иная сила, а может, их епископы убили и аллигаторы, приплывшие из Нила. Из тех монастырей, пустынных келей, где новый план спасения верстался, монашеству осанну неустанно пели, нас химичество не жалели краски. Язычество, шаманство процветало, перелицованное под христианский соус. Живую воду не источали скалы, с мощами и с иконами проделывали фокус. Не слово Божие, священное писание, святую Библию на русском языке. На островах, в пещерах спасения искали. Христа желал увидеть и не один Закхей. Не нужно быть пророком велегласным, чтоб предсказать, чем кончится блуждание. Клобук и куколь белый, кровавец страшно красный, к земному раю за красными вождями. Тысячелетия, и ни один пророк из чресол у церкви матери не вскрикнул. Богослужения ваши вам не впрок, вам не воскреснуть от чудес старинных. Без проповеди все вы перемрете в пустыне храмовой при литургиях пышных. Не лестницу вверх вам лестовки и четки. В день испытания окажется все лишним. Пророки, прореките до заката в преддверии грядущих испытаний. Поля российские сектантами пожаты, лжетолкователем священного писания. Что пользы? Выродков духовных нарожали, канонизировали вовсе не пророков. Пусть новый Моисей опять ударит в скалы, напоит благовестием, не храмовым сиропом. 26 июня 2004 год. Игнатий Лапкин.